привет мы сегодня смотрим ангелы по буквам вам пытаюсь объяснить некоторые люди не понимают что это настоящее творчество это не аватар хватит писать когда что выйдет просто наслаждайтесь небесной эпопеи как это называется божественной комедии я все это хочу дропнуть нахрен страх и смелость страх и смелость смелости страх 2 или страх она и смело стороны одной монеты страх темноты а дальше страх темноты и все все и дальше мультик пошел нам показывать и смелость посмотреть ночи в глаза они чё в одной школе в одном измерении к если бы не комментарии я бы ни хера бы не разобрался серьезно короче из разных источников да да я им доверяю это короче школа где учится и ангел они поделены на два корпуса и и они могут как бы ходить друг другу и звать в комнату состязаний она тоже там находится и все это еще мне кажется на земле находится это не небо то есть вот эти куриные яйца которые мы бросались в лиц это настоящие куриные яйца они небесные яйца как его не аккуратно подумал опа поворот как посрать плевать тебе же плевать на эту информацию нет я в афиге я я думал что это рай от а я тоже так думал а это вообще не так не ранят а какая-то небо и и как я понял небо посылает туда ангелов вниз учиться то есть они учатся ненормально где они на земле но скрытый от глаз человек да они превращаются когда они кокс и она превращается потом там жуки вот эта вся хрень в тебя впитывается и они превращаются ты же видел у каждого ангела есть вы жук с кораблей страх повторить старые ошибки под ее окнами летает мне кажется нему не сидится он такой пубертат пубертата у демонов и смелость снова начать игру страх обнаружить страшные тайны и смелость продолжать поиски правды несмотря на все трудности мы можем помочь мы ищем как бы это сказать укропное местечко а ты видишь даже здесь ангелы и демоны библиотекари да да интересно библиотека общая библиотека общая там демонические книги да 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 и ангельские книги и какие-то общие типа ну ладно книга точно общая мы хотим узнать что случится если ангелы демон влюбиться друг в очередь прям него невозможно что-то да вот единственные ангелы которые там вот они вместе спускаются что ничего не было за столько времени за столько времени работ даже вот как-то украдка не посмотрел ладно 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 ангелы они такие все а вот демоны да мне кажется на бро челлендж типа закадрить какую-нибудь да какого-нибудь ангелочка но еще бывает страх которому смелость не поможет страх от совершенных ошибок как мы сейчас за скутер прилетит ты помнишь того чувака на массе которого проиграл еще и забью прошлое преследует и не отпускает страх собственной тени деньги давай все что это он тот которому проиграл купил моему отцу нужна новая почка у него отказала он много пил но тебя это не касается просто взял и сбил пацана есть быстро на держи вот прикинь ангел такие а кто это от ангелов тоже получается можно скрыться они только могут с помощью это же шарф да это шарф вы моего подопечного только так через маски не мог это сладкая говорит там говорят один человек все озвучил всех женских персонажей ты прикинь насколько есть изворачиваться здесь и заплатили за это не вот наоборот мне кажется там не было никакого бюджет шел по улице ночью а потом это ужасно как они могли так поступить мне до сих пор не по себе парень ангел вздохни поглубже и расскажи что там спина парня права давай выдохни и рассказывай сейчас возможно покажет лучше да вы правы спасибо да парень чуваки стоят палят круто есть и парни ангелы а почему парни ангелы не они должны быть просто нам не показывали парни ангелы ну что логично есть же парни демоны а теперь начни сначала расскажи что приключилось твоим подопечным вы не поверите на эдварда ограбили когда это произошло вчера ночью когда он пошел за скутером и кто это сделал все это очень странно ты сказала что ты его видела то есть ты знаешь кто ограбил твоего подопечного это был чарльз тот бедняга который в эдвард обыграл покер эдвард не честно выиграл деньги в карты а чарльз отомстил ему и забрал их силой не честно выиграл он что жульничал нет ну а там типа появилась карта и он типа пофиг чудо случилось я выиграл это же он не на это никак не влиял да дело в том а там же как от мотива идет мы же там как мораль-то твоя я не хотел его не было мотива я не хотел мотив у него был выиграть но у него не было мотива обманывать своего оппонента да и поэтому непонятно почему меня бомбит с этого вот в чем разница когда тебе выпала хорошая карта ли она просто у тебя появилась в колоде ну точнее в твоей паре в руке цель ну вот вот в чем в чем разница что посеешь ты пожнешь да это не он делал его просто карта попала и все же мне сейчас не пословицы нужны а совет что мне делать это серьезное дело думаю тебе надо поговорить с профессором дорогие ангелы сегодня я буду работать в архиве так что уроков сегодня не будет как вам сегодня повезло мои демоны у вас сегодня свободный день идите устройте какую-нибудь заварушку отлично сегодня наконец-то доберусь до эдварда что ты задумала мне казалось он просто раздавлен вчерашним ограблением да он просто жалок но еще он зол так что я легко докажешь что я права еще раз проучу сладкую сегодня привет сульфус ты что даже гадость никакой не скажешь что-то я не понимаю только мне кажется странным что профессор вдруг отменил уроки да здесь тоже ничего нет мы просто тратим время похоже ангелы и демоны не могут влюбиться друг в друга потому ну как же не могут а может что это абсурд и против природы да а почему абсурд два разумных существа а можно было все это время я сдержу жар свою страсть вы его ради чего ради того что эти как целеба ой будет замечательно был прикол целебаджи отменили в свое время и и вот не до всех дошла эта новость но я говорю про средневековый эти все прикол не дошла новость до одного данной церквушки там такой злой монах был когда он узнал про то что он 20 лет а все это время было можно ой столько разных смешных историй там я был было бы были еще а чё это вам рассказываю всякую херню мог давать даже смотрю как или нет мы должны тщательно изучить все источники чтобы у нас не осталось и тени сомнения в том что же действительно происходит между раф и с ульфусом а что вы уважаемый коллега предлагайте сделать пролистать все миллионы книг библиотеки вселенной я думаю можно обойтись и без этого библиотека на нем сзади него паук а там кто-то еще один паук мы тупеем с размером увидим каждый сообщили мне о вашей причудливой просьбе я думаю эта книга более чем удовлетворит ваше любопытство она вам покажется очень интересной запеканка не здесь профессор здесь слишком много глаз для такой секретной информации я понимаю вы можете быть уверены в нашей осторожности какой же он жалкий посмотри дрожит как осиновый лист а что ты от него хочешь его только что обокрали да но зачем запирать себя дома разве ну конечно он должен отомстить сладкая моя он должен узнать кто его обокрал и отомстить ты не права это все вообще произошло из-за того что он принял неправильное решение а ладно хорошо почему мы тогда раз уж мы пытаемся добраться до аналов мы ищем причины всему можно найти оправдание ну он пошел играть карты ну с подопечной сладкой пошел играть в карты потому что его мать не знаю бил его вантусом и он захотел скутер такая причина почему мы ее не поднимаем здесь а мстить это неправильно давай читай не так быстро если бы бедный мальчик не потерял все деньги в нечестной игре он бы никогда не ограбил эдварда и ты это знаешь а если бы он не крал у отца и пришел бы играть в покер почему вот мы это откровенный плохой поступок мы просто глаза закрываю а мы не знаем кто помогает решать проблему кто его ангел его ангел он беспризорник есть такие интересные люди беспризорники без ангелов так так ангелы теперь на стороне преступников очень интересно нет я просто имею ввиду что месть это не выход к тому же эдвард понятия не имеет кто его обокрал он не имеет но я-то знаю я не дам тебе заварить кашу как будто ты можешь меня состязаний ведь это мы сейчас это не какой-нибудь ржавый старый вели конфетка это bmx и сейчас мы покажем freestyle bmx для трюков насколько я старый дед знаю просто таки самый на слуху а все закрыл свой рот на крем тот библиотекарь немного странным я а ничего тоже паук везде нарисован он странный кто это вообще тетка с этим паук научая преступница преступник ангелы кто как то как то преступница из магического мира на нашей тюрьме у нее кандалы как странно мир поделен слушайте интересно это немножечко отличается от каноничных представлений христианства ара и ади это какой-то новый прикол то есть у нас здесь ангелы и демоны пришли к какому-то мирному соглашению и полюбовно решает в свои интересы в комнате состязаний да и пытаются как-то завладеть человеческим сознанием через я не знаю блин честные какие-то влияния через честные потуги и при этом во всей этой вселенной есть кто-то кто нарушил а вету ветоши есть вето на вас посмотрела если бы вы всю жизнь среди книг провели давайте посмотрим эту книгу этой легенде много-много лет она повествует о молодом ангеле тико и молодом демоне сай тика и сай встретили друг друга во время битвы когда каждый бились за свое войско во время бесконечной битвы ангелов и демонов которая тянется самого сотворения мира нет да нет светлый это парень а только у него прическа как урав а ну да 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 это нет это оба парни рубин а почему тогда у нее грудь подожди у кого грудь у меня девчонка девчонка это демон демон а парень это на раф похож прикол тико и сая были одинаково сильны и как бы они ни старались никак не могли победить друг друга да это был микс реально взял нагнал на демона он произошло то что никто не мог предвидеть было ли это судьба или неизбежные последствия постоянных столкновений избранных еще поцелуются добро и зло слились воедино и это кощунство привело к катастрофе здание сломалось поцеловались поцеловались и местный районный центр сломался мэрия мэрия сломался похоже раз я выиграла состязание мне действовать первой только поэтому что ты сжульничала ну и что ты типа мне кажется для ангелов наоборот выгоднее выгоднее вообще для всех кто действует вторым то есть первый что-то делает а ты уже на из это ну первый что-то делает а ты уже исходя из того что он сделать тоже что-то делаешь и соответственно последнее она более влиятельное получается типа как понял бред не 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 работает серьезно я реально если я была ангелом или демона не хотела бы быть второй последний полая нет твои проблемы а теперь отстань от меня кто кто это твой друг если ты откроешь мне дверь я покажу тебе что-то за что ты будешь мне благодарен я хотела показать тебе этот шарф ты его узнаешь да этот шарф был напарник который меня ограбил молодец а если ты меня впустишь я назову тебе его имя пусть и но почему ты мне помогаешь я не понимаю какая разница какой-то по счету если ты такой это твой друган тебе грабанул я не неважно что перекрыть это да ты права можно сказать что этот грабитель обокрал до этого друга твоего украл у него шарф и девственность и вот вырядился в это все и тебя потом грабану на втором быть выгодно просто я не люблю несправедливость ты ведь хочешь узнать кто тебя обокрал хочешь не могу поверить что этот гад мог меня обокрасть чарс меня за это заплатит не стоило ему со мной связываться правильно преступники заслуживают чтобы им преподали урок еще просто поедет в ментовку такой вот вот шарф какой он плохой его портрет стал еще зле ведь он стал преступников тюрьму ладно будет а просто бить леет ну разве не великолепно нет ничего лучше сладкой мести что поднять себе настроение разве нет я не допущу чтобы Эдвард и Чарльз еще больше запутались запутаем их еще сильнее бабочка начинай превращение моя любимая часть неплохо чарльз эй ты трус подойди сюда подожди или ты крутой только тогда когда твоего лица не видно и тебя не узнать это еще что такое чего ты раскричался что вообще-то меня ограбили правда когда вчера ночью а вор живет в этом доме ну тогда пошли со мной в полицию и все выясним поле она наоборот видишь она все правильно делает она его они от расправа от самосуда как-то ну конечно нужно будет составить протокол я задам несколько вопросов но это он преступник а не я ну конечно ты сам хотел разобраться да нет конечно нет тогда мне просто любопытно обычно жертвы не появляются под окнами своих грабителей но тебе похоже известно кто он и где он живет он случайно не твой друг не знаю я думаю он хотел отнять у меня деньги это не ответ да или нет да я думаю он хотел отнять у меня деньги которые я выиграл в карты мне нужно знать я хочу чтоб ты мне все рассказал ты хочешь какой-то навязчивый полицейский разве не знаешь что это незаконно мне придется отвести тебя в полицию и позвонить и ангел просто посадил в тюрьму своего подопечного лучшее место родителям подождите но мы просто с друзьями играли мне показалось ты сказал будто он украл у тебя деньги реально ангел просто кошмар бедный мальчик он выиграл его обокрали еще он виноват а он между прочим реально сначала у отца украл потом украл у него еще на сколько еще у кого это кстати это не кража это грабеж подожди стоп грабеж это дома нет кражи это когда типа без насилия а грабеж кажется это когда было применено до грабеж это же с физическим кто кто грабил напишите пожалуйста я разозлился но он забрал то что принадлежало ему может мы можем об этом забыть я больше не буду если ты попросишь прощения прости вчерашний я был не прав не извини что грабанул британ просто блин не знаю что то я я отца грабанул как-то так все легко идет знаешь это полная херота ребят это пол это худшее решение проблему извини меня пожалуйста а деньги он вернет чем это я виноват полная херота так ладно не будем докапываться он простил своего друга принял в сердце свое благодать и а деньги то деньги то он вернет нет ну ты же простил его какой хер стоит твое прощение она вообще что весит в этом вселенском масштабе 2 самый 50 рублей это ребят это не надо чтобы он простил на дашь вон простил ты смогла распутать большую заварушку как я просто использовал ее во благо как здорово профессор аркан будет тобой гордиться похоже они нашли что искали отлично нам надо теперь ставить все на место причем они нашли документы которые им действительно нужны они просто книжку какую-то подсудили прочитать не факт сказать что это что это все правда какой-то знаете неверифицированный непроверенный источник а взяли просто какой-то написал там уфолог же все правда написал я их я их видел все это типа специалист по городе уфа да очень смешно деда спрашиваю не понятно шучу но типа что такое уфологи язык такие уфологи ну уфа ну ухо ухо да блин уфа ну летающий тарелка до которые изучают всякие паранормальные корабли там явление все так называют уфологи я кстати не знаю насколько не знаю насколько это можно считать хотел спросить это официальное название потом я подумал что эта херня не официальная наука и в целом наверное официальных каких-то названий там быть не может но да вот пожалуйста арка мы не можем допустить чтобы раф и сульфус влюбились друг в друга а если это уже произошло это же делается за доли секунды вообще мне кажется что влюбленность это один большой назревающий котел который постоянно пыхтит он там вонга он за под большим давлением и принцип влюбленности потому что кто-то человек там какой-то невероятно крутой а вот все в этом котле в этом там все варится там все бурлит и находится человек у которого есть просто иголка она идеально подходит чтобы все это нахрен рвануло вот проблема вот почему вот допустим там люди которые все удовлетворены они реже влюбляются что там же супа уже сошел как-то так все это конечно во всем удовлетворены а вот здесь вот значит ангелы все время находятся под давлением под каким-то определенным суде из моей гениальной теории которые я предлагаю оспорить в комментариях то есть это все время человек находился под давлением был неудовлетворен нереализован его потенциал был нереализован если ему все вот допустим ангелы вокруг не нравится что-то надо поди поинтереснее что-то поярче ну какие они все душные и скучные и вот вот эти демоны невероятно харизматичные ребятки теория так теория и эти реально ты находишься вот постоянно вот в депривации что не все может жизни попробовать все он появляется да все вылетело то есть почему ее не решают на уровне нет 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 же такого что живешь ты вся в потребности такой хочу бомжа хочу хочу невозможно то есть таких мыслей но я не говорю я не дискредитирую возможно вы живете с таким я просто говорю что вот то чего-то обычно в жизни не хочешь не влюбляешься в это нам это не стоило это вопрос жизни и смерти профессора попались в мою ловушку а а а попались на вот это он к нему да ваши мне они напоминают мы моих одноклассников вот в капюшонах все хоть какие-таки таинственные вообще мужчины в капюшон книга госпожа они прочитали ее как вы и приказывали хорошо малаки теперь они знают старинную легенду и сделают все чтобы разлучить рафы сольфоса что объединить их еще больше история повторится охренеть она вот приятно что она читала мою методичку а что если она демон или ангел он она они убили его белобрысого вот это вот полубог ангела блин такая еще хочу чтобы чтобы хоть кто-то был счастлив здесь в этом паршивом делении раньше мы все были едины прикольно интересно это интересно а кстати вы обещали что скоро пойдет сюжет любовь и разрушение уже скоро я буду свободной как ветер а ангелы слушайте прикольная серия и даже уже начинаешь понемножечку вливаться во все это я уже даже начинаю сопереживать сладкой потому что ну как вообще с таким заболеванием живется и и всем остальным тоже я пока только в себя сопереживаю дилемма с любовью между этими не ну самуд вроде как предвидится какой-то а вот вот тоже кстати интересно а если взять берем вот христианскую эту концепцию с которой все было собрано там же и были демоны да то есть это все стали демоны после того как стана всех такой это чуть-чуть перехитрил то там кто-то тоже любил друг друга там тоже вот представляешь там семьями целыми жили так в смысле ангелы и демоны ну в смысле ангелы они же бесполые вообще существа но они ничего не любили друг друга там что не было любви ну мне кажется они это ну полтоническая только какая ты темное начало смотрела ты что не видела это ты же сам сказал что если мы берем за основу так там тоже христианская модель это все христианские концепции ладно все ребята не заморачивайтесь любите друг друга не важно кто вы ангел или демон или демон или малакий ну вот малакий это конечно потрясающе я не увидел ни одного комментария что кто-то написал и я узнал кто такие малакий то есть никому не интересно все писали все даже писали что это вообще не то что ты говоришь там вообще другое да да правильно переводы читали но там на самом деле несколько обозначений вот именно то есть это или пассивный мальчик который прислужил философу пока 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 пока